Листопадники Листопадники, к сожалению, обычное явление для центра помощи бездомных животных. Покинувшие дачи люди частенько забывают своих животных и тем приходится выживать самостоятельно. Такое пришлось пережить и красивому рыжему котику по кличке Зая. Он с трехнедельного возраста под попечением волонтеров. То есть практически всю жизнь. Он такой своеобразный, у него характер. Пока он пугливый, но в силу своего молодого возраста он очень такой любопытный. И вот когда он уже освоился и с нашими волонтерами познакомился поближе, он подойдет к леточке, лапки высунет, спустит решуточку, встанет на задние лапки. И потом получил кличку Зая. Очень такой котик нам нравится. И поэтому мы его перенесли на днях со второго этажа на первый. Здесь у нас больше посвятителей бывает, потому что на второй этаж в изоляторе мы посторонних не пускаем. И тут потому, что там у нас больные животные. И вот мы решили, что Зая на первом этаже у нас быстрее адаптируется к людям, чтобы он учился доверять людям. К сожалению, своих талантов, за которые получил имя, рыжий котик не показал. Съемочная группа пришла в тихий час. Но когда у Зая есть настроение, то играть с ним сплошное удовольствие. Напротив, в небольшой клетке расположились уже свежие листопадники. История их появления в приюте самая классическая. Малышам повезло, что в глубинке их обнаружил добрый человек. Мужчина вчера привез к нам двух котят. Тоже так же. Вот деревня совершенно заброшенная. Он там один в деревне остался. Это где-то около 12 километров за Усть Алексеева. Он говорит, мне ходить до магазина проблематично, чтобы им что-то покупать, еды. Там еще два котенка осталось. Тех он не смог отловить. Как они появились у него, я говорит, не знаю. То ли кошку, может быть, беременную выкинули с машины, потому что там только дорога специально ехать туда и выкидывать, зная, что там кто-то живет. Но эти кошечки, пока мы выяснили что-то, две кошечки, пока они у нас еще пугливые сидят. Серенькая девочка более общительная, белая, людям пока не доверяет. Это неудивительно, ведь малыши родились и выросли в диких условиях. Безымянных пока котят на руки волонтеры не отдадут. Впереди у них социализация и медпроцедуры. А у волонтеров впереди большая головная боль. Вряд ли пушистые сестрички останутся последними листоподниками. А мест приютий на передержках нет. Поэтому в добром сердце как никогда ждут посетителей. Вдруг кто-то из давних обитателей приюта приклинется новым хозяевам. Это поможет освободить столь нужные клетки и подарить жизнь новым бездомышам. Комбинат «Связа» в «Новаторе» приглашает кандидатов на работу в основное производство. Компания гарантирует своевременную выплату заработной платы дважды в месяц, корпоративную развозку, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, добровольное медицинское страхование, путевки в детские оздоровительные лагеря и многое другое. Узнать подробнее о вакансиях можно на официальном сайте компании в разделе «Карьера» или по телефону 8 931 514 07 64. Субтитры создавал DimaTorzok